Привет, YouTube! Это новый выпуск «Бьюти новостей». Здесь я рассказываю о том, что происходит в сфере красоты прямо сейчас. Друзья, и, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, если вам нравятся мои видео, и обязательно нажимайте колокольчик, лайк. Ну, потому что от того, насколько быстро вы увидите мой новый ролик, зависит, попадет ли он в тренды YouTube. Помните, пожалуйста, об этом. Я всегда очень-очень на вас рассчитываю. Ну и, конечно же, делитесь своим мнением о выпуске здесь, в комментариях. Ну, а мы не будем затягивать, и поехали! Друзья, ну что ж, ушла эпоха. Эпоха стереотипов о том, что девушка в белье или купальнике непременно должна выглядеть вот так. Ну, или вот так. Виктория Сикрет распустила своих ангелов. Отправила их на пенсию. Ну, если можно так сказать. Ну, а все потому, что, по словам директора компании, прежние модели морально устарели. Но проблемы у Виктории Сикрет начались не сегодня и не вчера. А еще несколько лет назад, когда общество постепенно начало показывать, что настоящие люди вообще-то разные. У них разные лица, фигуры, цвет кожи, предпочтения и характеры. И они не обязаны соответствовать каким-то стандартам. Но тогда Виктория Сикрет еще не успела переобуться, и они активно настаивали, что модели плюс сайдс популярностью не пользуются. А трансгендеров вообще на подиуме быть не должно. Виктория Сикрет, к сожалению, не прислушивалась к своей аудитории, к обществу, за что и поплатилась. Шоу ангелов просто перестали смотреть. А потом вообще всплыли грязные подробности о харассменте со стороны руководства компании. Ну и критика со стороны потребителей только увеличилась. Компания просто застряла в прошлом, не желая признавать ошибки и то, что времена как бы меняются. И знаете, на мой взгляд, друзья, сейчас Виктория Сикрет буквально запрыгнули вот так вот, в последний вагон, поскольку западное общество со своей культурой отмены работает просто убойно. Там, конечно, не всегда разбираются в проблеме до конца и по справедливости, и часто гребут всех под одну гребеночку, но нужно отдать должное. На бренды и компании такие методы действуют крайне эффективно. Не хочешь разориться – соответствуй. И теперь Виктория Сикрет заменяет своих ангелов амбассадорами, за которыми стоит помимо красоты и харизмы, личные достижения и общественные позиции. Так называемая группа Виктория Сикрет – это семь женщин разной расы, разного телосложения, а также сексуальной и гендерной идентичности. Среди них, например, звезда футбола и активистка компании за гендерное равенство Мэган Рапина, китайско-американская фристайл-лыжница Ель Гун и защитница инклюзивности Палома Эль Зессер. Виктория Сикрет объяснила, что теперь сексуальность не будет единственным посылом. Появятся разные размеры манекенов, соответственно, новые размеры одежды. Но вот, знаете, лично мне сложно верить бренду, который на протяжении многих лет делал деньги на выведение образа какой-то идеальной, неземной женщины. А теперь вдруг решил взять и все поменять. Все это, конечно же, маркетинг, который направлен на повышение доверия потребителя. И, конечно, прибыль. Но, тем не менее, мне, конечно, приятно видеть, что брендам приходится менять политику под давлением общественных взглядов. Люди не обязаны стремиться к шаблонным идеалам, которые придумали производители для извлечения прибыли. Теперь они хотят видеть друг в друге личность, а не картинку. И это, на мой взгляд, меняет мир к лучшему. На днях прошел международный фестиваль рекламы «Канские львы». Думаю, вы про него слышали. Где был номинирован ролик компании «ДАВ» под названием «Смелость – это красиво». Этот ролик был представлен еще в прошлом году. В нем показаны уставшие врачи и волонтеры, которые сняли свои маски и респираторы после многочасовых смен работы с больными коронавирусом. Ролик, увы, не победил. Но сам факт номинирования подобных рекламных компаний, направленных на формирование нового понимания красоты, уже хороший знак. Вообще «ДАВ» часто делает фильмы, ролики, направленные на изменение отношения к красоте. Например, короткометражка, которую они выпустили в 2015 году. Это был эксперимент в рамках компании «Choose Beautiful». Женщинам предлагали войти в здание через один вход на выбор. Над одним было написано «средний», над другим «красивый». И большинство входили в двери с пометкой «средний». Потому что они не думали, что относятся к красивым. Видео было призвано поощрить женщин по всему миру пересмотреть выбор, который они делают в отношении своей красоты. И то, как этот выбор заставляет их чувствовать себя. Кроме того, «ДАВ» делали и другой интересный эксперимент. Они предложили женщинам описать свою внешность художнику, который рисует эскизы преступников со слов жертв. Какое у них лицо, какие глаза, нос, волосы и так далее. Женщины говорили ему, как они сами себя видят. А тот рисовал эскизы. А затем в эксперимент пригласили обычных людей, которые никогда этих женщин до этого не видели. Они должны были пообщаться с женщинами и описать их все тому же художнику. Знаете, друзья, получились совершенно разные эскизы. На первых, где участницы описывали сами себя, были морщины и пухлые, или наоборот слишком впалые щеки, темные круги вокруг глаз. А эскизы, которые рисовали со слов незнакомцев, были намного приятнее и гораздо более точные. О чем это говорит? О том, что чаще всего мы воспринимаем себя, свою внешность хуже, чем есть на самом деле. Мы слишком критичны к себе и преувеличиваем то, что, по нашему мнению, считаем своими недостатками. В то время как окружающие нас люди просто не замечают ничего подобного или не придают этому значения. Да, такие ролики, несмотря на свою социальную значимость, все же остаются рекламой. Но почему нет, если они несут позитивный посыл? Это же лучше, чем закладывание комплексов и взращивание через рекламу ненависти к себе. Ну, а мне будет очень интересно услышать ваше мнение в комментариях. И, кстати, еще больше вот таких вот интересных фактов я выкладываю в своем личном телеграм-канале, который называется «Проект Шмелиан». Вот он. Обязательно подписывайтесь на него. Там очень много и новостей, и моего личного мнения. Там мы в чатах обсуждаем все новости, которые выходят. В общем, там, друзья, прям движуха. Заходите. Ну, а следующая новость, друзья, о настоящих шпионах. Речь идет о промышленном шпионаже со стороны компании «Лореаль». Косметическая компания «Геном» обвинила «Лореаль» в том, что они в 2017 году отправляли в их институты красоты своих сотрудников-шпионов под видом внутренней проверки. И в результате «Лореаль» получили контактенциальные данные о секретных разработках. Я, вот знаете, о компании «Геном» до этого никогда, собственно, и не слышала. Честно вам скажу. Напишите, пожалуйста, вот прямо сейчас в комментариях, кто так же, как и я, впервые узнал об этой компании. Кстати, цены на их средства прямо-таки люксовые. Оказывается, еще в 60-х годах ее основатель Рене Геном изобрел аппарат для ухода за кожей с применением гальванического тока. Так вот, «Геном» заявили, что «Лореаль» присвоил себе их разработки. И запросили компенсацию в 13,5 миллионов евро. Суд признал «Лореаль» виновными, но сумму ущерба за шпионаж снизил. Теперь компания должна выплатить 370 тысяч евро, а это более 32 миллионов рублей. Друзья, ну а сейчас важная новость. Совсем недавно, 15 июня, группа экспертов опубликовала исследование, которое показало, что в косметике топовых мировых производителей содержатся вещества, потенциально опасные для здоровья. Если коротко, эксперты закупили в Канаде и Америке 231 образец косметических средств от 80 ведущих производителей косметики. Сами бренды в тексте исследования не указываются. Но некоторые зарубежные СМИ в своих публикациях называют такие компании, как «Ревлон», «Лореаль», «Мак» и «Стиллаудер», «Ланком» и других известных производителей. Исследовались помады, блески, бальзамы для губ, тональные средства, пудры, румяна, консилеры, тушь для ресниц, тени, карандаши для глаз и многое другое. И анализ средств показал повышенное содержание фтора в 52% косметики. И вы спросите, а при чем здесь фтор? Он же вроде как безопасен. Вон, в зубных пастах используется. А дело в том, что повышенная концентрация фтора является маркером наличия в составе средств, веществ группы P-фаз. Или пер- и полифторалкильных веществ. Что такое P-фаз? Это группа из нескольких тысяч искусственно созданных человеком соединений, которые используются в промышленности еще с 40-х годов. К примеру, самое известное вещество из группы P-фаз – это тефлон, который используется для антипригарных покрытий. Эти вещества придают товарам гидро- и олеофобные свойства. То есть P-фаз мешают воде и маслу растворять что-либо и проникать в структуру материала. Они используются, например, в коробках из-под пиццы или пакетиках с попкорном для приготовления микроволновой печи. И вы спросите, зачем P-фаз может задержаться в косметике? Ну, например, чтобы ваше стойкое тональное средство оставалось на месте все 24 часа, как заявляет производитель. И так совпало, что повышенное содержание фтора обнаружили как раз в водоустойчивых средствах. В 82% в туши, 63% в тональных средствах и 62% в помадах. И при этом только в 8% проверенных косметических средств в составах имелись указания о наличии P-фаз, ну или компонентов, которые теоретически могут повысить содержание фтора. То есть производители или сами не знают о том, что у них в косметике или знают, но намеренно скрывают эти факты от потребителей. Вот так. Пока что предполагают, что P-фаз могли попасть в проверяемую косметику вместе с ее компонентами. Со следой, тальком, диметиконом, акрилатом и другими ингредиентами. Отмечают, что, мол, поставщиков много, и производители могли не знать, что данные вещества содержатся в компонентах, которые им поставляют. Но, согласитесь, суть это не меняет. Эксперты говорят, что P-фаз впитываются через поры, сальные железы, вдыхаются. Если средства в спрее, а также могут попасть в желудок через косметику для губ. А при попадании в организм высокие уровни определенных P-фаз повышают риск рака яичек, почек, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств. И тут, я думаю, у всех нас возникает вопрос. Если эти вещества настолько опасны, почему только сейчас начались эти разборки? С 40-х годов времени прошло-то как бы дофига. Но дело в том, что раньше считалось, что эти вещества инертны. То есть, попадая в организм, никак не взаимодействуют с ними. Но такое мнение, вероятно, было выгодно крупным корпорациям по производству этих самых веществ. И только спустя время и кучу-кучу исследований установили, что P-фаз вредны и опасны. А еще практически не распадаются в окружающей среде. За это их называют вечными химикатами. Они накапливаются везде. В воде, почве и, конечно же, в живых организмах, вызывая заболевания. Как раз об этом недавно сняли фильм «Темные воды», основанный на реальных событиях. И если вы вдруг не смотрели этот замечательный фильм, обязательно посмотрите. Я тоже оставлю ссылочку под видео. Он рассказывает о том, как мамонт химической промышленности, корпорация Дюпонт, сбрасывала отходы, содержащие P-фаз, загрязняя воду и почву, и тем самым отравляла людей. И под таким отравлением до сих пор появляются все новые и новые иски. И это, несмотря на то, что два наиболее вредных вещества из этой группы, перфтороктановую кислоту и перфтороктановый сульфанат, уже запретили. О чем это говорит? О том, что сейчас мы еще только-только, друзья, находимся в процессе решения проблемы с этими веществами. Ну а исследование, о котором я вам рассказываю, конечно же, подверглось и критике. Мол, все это спекуляция на фактах и повышенная концентрация фтора абсолютно не означает обязательное наличие P-фаз. Ну а наличие самих P-фаз не означает их обязательную опасность, ведь не все они приводят к заболеваниям. Однако в этом конкретном случае исследования 29 продуктов были целенаправленно проверены на наличие в них именно P-фаз. И все они содержали, по крайней мере, 4 химических вещества из этой группы. Два из которых могут оказывать неблагоприятное воздействие как на людей, так и на окружающую среду. Ну и, конечно, обозначилась конкретная такая проблема, которую критиковать в принципе сложно. Это отсутствие указания в составе этих веществ. В любом случае, несмотря на критику, это исследование не прошло даром. Сейчас проводятся дополнительные проверки. Ну а в Конгресс в США уже внесли законопроект о запрете использования P-фаз косметики. Ну а пока что единственное, что смогли посоветовать эксперты, это отказаться от косметических изделий, рекламируемых как водоустойчивые или рассчитанные на длительное применение. Лично у меня таких средств нет. И я не знаю, принимали ли участие в этом исследовании те бренды, которыми я пользуюсь или нет. Но, знаете, читая это исследование, я вдруг задумывалась о том, как мало мы знаем о тех продуктах, которые нас окружают, с которыми мы взаимодействуем практически ежедневно, будь то помады, тоже для ресниц, сковородка или контейнер для еды. Ну что ж, друзья, на этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Я очень надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным, чтобы вы получили какую-то новую информацию. Не забудьте, пожалуйста, если все-таки вам было полезно, поставить лайк этому видео. Ну а кто еще не подписан на канал, подписаться. Если вдруг вы не смотрели предыдущие видео, предыдущие бьюти-новости, вот они, там тоже было много чего интересного, посмотрите. Ну а мы с вами прощаемся совсем ненадолго, буквально до следующей недели. Пока-пока.